До Дня Победы осталось 11 дней. В преддверии юбилея мы продолжаем рассказывать о свидетелях тех лет, по крупицам собирая воспоминания о каждом, кто пролил кровь на поле битвы за мирное небо. Следующий сюжет о Каэрбеке Мамыдбекове, который участвовал в Сталинградской битве. Арсен Мамыдбеков о своем дедушке вспоминает с теплотой, ведь он дал ему образование и воспитание. По характеру Каэрбек Мамыдбеков был очень мягкий и добрый, однако требовательный к себе и другим, рассказывает внук. На его характере оставила отпечаток война. Я получил, в общем-то, дедушкиное воспитание. Я вырос без отца, и поэтому все, что необходимо для мужчины, это понятие чести, достоинства, морали, совести. Это все у меня от деда. Поскольку он ветеран войны и полковник МВД, заслуженный работник МВД СССР, он меня в это все вложил. На войну Каэрбек Мамыдбеков ушел в неполные 18 лет. Тогда он еще был учителем в военно-ульской школе. Служба проходила в Полтавском военно-воздушном училище. Затем были ускоренные курсы политруков в Ростовском военном училище и сразу на фронт. Обучение в офицерской школе под Полтавой. Потом первые дни войны. Это, естественно, Сталинградская битва, в которой он принимал активное участие. И там был тяжело ранен. После чего вынужден был демобилизоваться. Конечно, конечно. Это отложило отпечаток на его характер, на его силу воли. Он человек, который привык всего добиваться сам. Любой ценой, чего бы не стоило. Во время Сталинградской битвы после одного из боев вместе с командиром из 150 бойцов осталось всего 9. Каэрбек Мамыдбеков был ранен в голову, затем в ногу. Дослуживал в резервном авиационном полку. Домой вернулся с орденом Отечественной войны и медалями. Особо дорога ему была медаль за боевые заслуги.